Уважаемые ветераны, уважаемые почетные граждане, коллеги депутаты, кинесепция, юные граждане, которые сегодня пришли получить свой главный документ. Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы были достойны наших ветеранов, ваших родителей, ваших дедушек и бабушек. Уверен, что кинесепская земля даст вам этот старт и вы успешно будете реализовывать себя в этой жизни. Позвольте мне торжественное мероприятие, посвященное вручению паспортов юных граждан города Кинесепа и Кинесепского района, объявить открытым. В честь такого праздника, большого для вас, вступая в жизнь, поздравляю вас с включением ваших паспортов. Желаю вам, конечно, что прожелал вам администрации города дальнейших успехов в жизни хорошей. Бори, невысказанные мир, надвечные пари, войны невыстраданный крик в душе моей горит. Я рада всех приветствовать в лице нашего учреждения и хочу всех поздравить со вступающими праздниками. У нас впереди буквально на днях 1 мая Мир Труд Майя, большой праздник трудящихся всех. Осталось 10 дней до 70-летия Великой Отечественной Победы. И вчера у нас состоялась замечательная встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и детей Великой Отечественной войны совместно с депутатом Законодательного собрания Олеградской области Дмитрием Владимировичем Варановским. Мы ждали в своем стене 10 ветеранов. У нас по каким-то причинам пришло только 7 ветеранов. И сегодня вот 2 ветерана у нас присутствуют. И мы меня пригласили, чтобы сегодня все-таки сувениры и призы нашли у своих получателей. Дети войны смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны в сердце маленьком горе бездомное. Сердце словно отчаянной кровли. Иградский гремит метроном, и не умолчный гремит метроном. Пусть счастливыми будут люди, и мы к дому нас будет за ним, и мы к дому нас будет за ним. Римма Казакова На фотографии в газете На фотографии в газете Нечетко изображены бойцы Еще почти что дети Герои мировой войны Они снимались перед боем в обнимку Четверо урва И было Небо голубое Была Зеленая трава Никто Никто не знает их фамилии О них ни песен нет, ни книг Здесь чей-то сын И чей-то мил И чей-то первый ученик Они бегли на поле боя Жить Начинавшие едва И было небо Голубое Была Зеленая Трава Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Я хочу обратиться сегодня к нашим дорогим ветеранам. Поздравляю вас с праздником. Низкий вам поклон. И дай Бог вам здоровья и всяческого благополучия. И очень хорошо, что сегодня вот это торжественное вручение паспортов проходит именно в этих стенах. В стенах нашего краеведческого музея. Потому что у каждого человека в жизни есть памятные даты, о которых всегда приятно вспоминать. И это очень важно. Какой-то яркий день рождения, какое-то знаменательное событие, первая заработанная копейка. И первое взросление, получение того документа, который делает вас взрослыми. Я вас поздравляю вас, Екатерина Валерьевна, у вас все впереди. Александр Алексеевич, я вас поздравляю. Спасибо. За сегодняшний полноправок, гражданином нашей страны. Спасибо. Дорогие коллеги, дорогие друзья, избиратели. В преддверии такого великого праздника, 70-летия Победы, я, конечно, хочу в первую очередь поздравить вас, дорогие ветераны. Пожелать вам здоровья. Живите долго. Радуйте нас. Потому что, смотря на вас, мы понимаем, что такое любить свою Родину. И что такое быть великим гражданином великой страны. Любите ее. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Преумножайте то, что у нас сейчас есть, чтобы на самом деле все вокруг, наши враги и недруги, знали, что такое могучая Россия. Потому что она состоит из нас и из вас. Будьте рады все присутствующие ребята, которые получили сегодня паспорт, главный документ в своей жизни. Второе свидетельство о рождении. Я очень рада, что такое зависимое событие для вас совпало с еще одним важным событием во всей России, Днем Победы. Очень хочется, чтобы вы помнили, осознавали эти два события в вашей жизни. Бережно относиться к документу, который удостоверяет вашу личность. И не забывать его обменивать в те установленные сроки, которые написаны на корочке этой красной книжки.